100 баллов для победы – это всероссийская акция, которая проходит уже четвертый раз. 100-бальники по ЕГЭ разных лет встречаются с 11-классниками, чтобы рассказать, как они добились абсолютного результата. Не стремилась к этой цифре совсем, точно знала, что мне нужны для поступления высокие баллы, стремилась именно к высокому баллу. Но 100 баллов были неожиданностью. Я помню, как я проснулась утром, открыла сайт, где размещаются результаты экзаменов. Если честно, была в шоке и не поверила своим глазам. Точно знала, что сейчас, через 5 минут, все изменится, и там будут баллы ниже. Готовилась два года, но самая активная подготовка началась, как у всех, за месяц до экзамена. Все мы знаем, что лень готовиться и так далее. Но читала Конституцию, Конституцию пришлось действительно учить, читать учебники, которые давали в школе, и справочник, по которому занимаются все, который является основой экзамена по обществу знаний. Честно, я была в шоке. Вот по поводу английского вообще не ожидала. Если с истории я вышла и знала, что да, это будет 100 баллов. А по поводу английского была в шоке, потому что экзамен такой какой-то был весь на нервах, и спешила, и думала, что ничего не успела. Но была в шоке. Насколько я помню, был первый предмет, результаты которого мы узнали. И я открыла сайт, это, наверное, был час ночи, и это был просто крик такой на весь дом. Я позвала родителей, и мы думали, звоните преподавателю, не звоните. И мы в итоге позвонили. Я написала смс, она мне звонит, говорит, а, ура, ура, это невероятно вообще. Но у нас в классе 300 бальника по русскому языку, поэтому такая была большая наша победа общая. Для старшеклассников подобные встречи необходимы во время дискуссии. Развеиваются все страхи. Ребята чувствуют уверенность и понимают, что только от них зависит результат экзамена. Сдать на 100 баллов ЕГЭ возможно. Секрет один – учиться и еще раз учиться. Я думаю, да, это всегда полезно – спросить у ребят об их чувствах, эмоциях, и сравнить также, возможно, со своими ощущениями какими-то. Спросить про то, как они готовились. Это, безусловно, интересно. Выпускники прошлых лет рассказали ребятам, как преодолеть страх, распределить время на подготовку, поделились секретами, как выполнять то или иное задание. Этап подготовки был очень-очень сложным. Конечно, 11 класс – это ужас. Это надо пережить. Правда. Потому что это очень-очень сложно, это морально сложно, это ложиться спать постоянно в 2-3 часа ночи, спать всего по 3 часа. И постоянно надо успевать что-то делать. И это как-то репетиторы репетиторами, но это больше самоподготовка. Это умение самому собраться с мыслями, самому найти время на это, самому сесть и все выучить и во всем разобраться. Главный совет стубальников старшеклассникам – не волноваться и готовиться к экзамену основательно. Много читать, уделять больше времени изучению дополнительных материалов и самообразованию. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».